Уже как бы разговаривать так особо и не о чем, понимаешь? Украина уже максимально как бы разорвала отношения с Россией. Я не думаю, что когда-то они будут восстановлены в ближайшее время. Если нету торговых отношений, то нету и финансовых отношений. Какие-то услуги еще ходят, транзит какого-то газа, вроде бы идет через Украину. Не уверен, правда, но вроде бы идет. А так все это дело должно быть закрытым медным газом и все. И тут я думаю, вряд ли кто разрешит Украине поднять вопрос, снова налаживать отношения с Россией торговые, экономические. Вряд ли кто. Что-то такое. Ну да, сейчас я не знаю, будут разбирать это использование химического оружия. Там, понимаешь, что проблема, там территория как бы, не могут дойти эксперты иностранные, да, чтобы все это дело оценить и так дальше. Они же как бы для того, чтобы приходится, получается, верить Азову, да, Азов как бы в оккупации. Их там, короче говоря, сейчас вытравят, да, потом скажут, они как бы сами там проиграли войну. И все, пройдет время, там никто ничего не докажет. Были какие-то, не были. От чего умерли эти Азовцы? Там их возьмут, допустим, там сажут в крематориях. То есть следы преступления. Как бы уничтожат и все. Да, да. Кстати, вот я в чат показываю, там один писал, что там ребенка выложил. Спрашивает, где доказательства фашизма российского. Пожалуйста, фотографии. А где доказательства? Ну смотри, факты мародерства есть? Не, не, я к тому, что они детей используют в своей пропаганде. А это понятно, вы, это уже на весь мир, понятно. Смотри, да, то есть вот они начинают рассказывать, что это вы сами себя бомбите. Ну, блядь, ну, можно, да, кто-то там поверит, скажет, да, они сами себя будут. Ну хорошо, мы сами себя мародерим. Бародерство это такое же преступление, как изнасилование и убийство. Во время войны человеку дают...